На внеочередное заседание собрались сегодня депутаты Чебоксарского городского собрания. Основная тема повестки дня – выборы нового мэра. Мы наблюдали за этим историческим событием. Прямо сейчас за моей спиной пишется новая глава в истории города Чебоксара. Идет голосование за новую главу, вернее, по правилам русского языка, за нового главу столицы Чувашии, вне зависимости от пола будущего градоначальника. Несмотря на то, что к началу заседания не были утверждены даже списки кандидатов, согласно процедуре это происходит непосредственно перед голосованием, интриги не было. Если бы можно было делать ставки, наверняка все мои коллеги-журналисты поставили бы на Ирину Клементьеву, которая исполняла обязанности мэра после ухода Леонида Черкесова в Госдуму. Кандидатуру одной из самых опытных депутатов на пост главы города выдвинула фракция «Единая Россия». Тем не менее, депутаты малочисленных фракций попытались изменить предначертанное. Опять звучали призывы объединить должность главы администрации и главы города, устроить всенародное голосование и активнее участвовать в выборах. Если мы вообще подразумеваем наличие какого-то плюрализма, какой-то демократии в нашей работе, давайте не бояться, а говорить, что я хочу быть главой, или вот мой товарищ, мой коллега достойен этого звания. После слов о достойных товарищах Алексей Никитин тут же предложил своего соратника по фракции Сергея Муравьева. После прошлого собрания, когда депутат Александр Андреев предложил на должность мэра Кота, никто не удивился его новой кандидатуре Юрию Борисову. Подходит, наверное, к завершению марафона по выборам главы города. Очень интересно было наблюдать со стороны. Дом-2 отдыхает. Столько интриг, столько амбиций. Я просто был удивлен, скажем так, именно в этом созыве. Выдвиженец отпираться не стал. Свою кандидатуру я не снимаю. Ирина Семеновна, очень сильно вас люблю, уважаю. В жизни вы мне помогали очень сильно, да? Но не могу против себя голосовать. Итак, в бюллетенях оказались три фамилии. Клементьева, Муравьев, Борисов. С выбором 38 присутствующих депутатов управились за 20 минут. Голоса распределились следующим образом. Клементьева Ирина Всеволодовна, 31 голосов. Муравьев Сергей Иванович, 3 голоса. Борисов Юрий Леонидович, 4 голоса. Итак, впервые в истории столицы Чувашии. Главой Чебоксар стала женщина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова